Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал и добро пожаловать в мой влог! Всем доброе утро и хорошего начала дня! А у меня тут созрел, девчонки, такой эксперимент, и мальчишки тоже, я думаю, что вам тоже это будет интересно. Я хочу протестировать патчи для глаз. Патчи для глаз двух разных фил. Мне пришли патчи Марика, если я никак не могу посылочку снять. И патчи доступны с сайта iHerb, продающиеся в разных других местах, в корейских отделах, где-либо вы можете эти встретить. По ценовой политике примерно вот эти патчи стоят где-то 900 тысяч рублей, а патчи Марика стоят 2 700. Ну что, давайте будем смотреть, как это выглядит. Это выглядит вот так. Тестирую с теми патчами, которые у меня просто есть на данный момент. Баночки, так скажем, идентичные. Будем открывать и смотреть, что же у нас внутри. Вот так это выглядит. Похоже, смотрите, похоже. Лопаточки защитные. Вот здесь еще вот в этих патчах сайта iHerb, именно вот в этих, еще защитная вот здесь вот, а в остальных других, которые у меня предыдущие были, там просто была фольга, которая особо влагу не удерживала, которая там внутри находится. Эти, можно сказать, еще плюс. Я им ставлю вот такой вот уже сразу же. Ну, здесь вот лопаточка, так же, как и здесь, и защитная пластиковая от высыхания. Замечательно. Хорошо. Так, вот сами лопаточки. Открываем те и другие. Лепесточки. Так, посмотрите, какая красота. Ммм, какой аромат пошел. Ой, да, вот от этих, эти послабо же пахнут. Вот, посмотрите, форма, конечно, разная. Форма, конечно, разная, но тестируем то, что есть. Жидкости, вроде как, у обоих видеть достаточно. Ну что, давайте будем тестировать. Достаем. Так, какой он толщины. Тут первый раз вместе с вами тестирую патч. Вот мы рекой. Достаем. Такой вот розовый, перламутровый. И клею, клею, хорошо выгоняя жидкость. О, воздух распределяю. Так вот, под глазом. Угу. Так, вам видно. Прозрачный, незаметный. Следующий, придется нам оторвать от сердечка немножко. Так, оторвали. Меньше размером клеить, чтобы вот, если вот эту зону, то вот только так. Так, понимаете, до уголка не хватает. И вот, вот, относительно я постаралась как-то вот так приклеить вместе. Ну что, засекаем время. Ждем 20 минут. После этого будем уже оценивать результат. Вот уже пролетели, я успела себе приготовить завтрак. Давайте уже будем снимать патчи и оценивать результат. Снимаем. Снимаем. Ну, даже я бы сказала, что еще влажно нужно. То, что осталось, распределить, как бы вот так. Следующий патч уже моряка и снимаем. Вот, в принципе, вся жидкость. Чуть-чуть прям вообще вот здесь вот. И давайте оценим результат. Здесь, конечно, была большая площадь воздействия патчи, чем здесь. Меньше стало морщинок с обоих сторон. Это, да. Обе стороны увлажнены. Но сейчас я чувствую такой эффект охлаждения от патчей с обоих сторон. Потому что это все-таки у нас гидрогелевые патчи. А вот сможете сами оценить результат. Здесь вот поменьше мешочек, что ли. Здесь вот мешочек, так как было. Вот этот вот бишеток, он и остался. Здесь вот поменьше мешочек. В общем, нужно хорошо очень приглядеть на себя. Но вот здесь вот меньше отечности получается с этой стороны, чем вот здесь вот. Видите? Так, это я что сразу же успела разглядеть. Здесь была вот эта складка. Так тут и не расправилась. Хотя патч вот здесь вот был. Так. В общем, да, мы почти как под микроскопом разглядываем. Но за счет того, что отечность ушла здесь, мне, конечно, здесь эффект, результат нравится больше. Потому что кто борется все-таки с отечностью, он хочет вот именно вот такого вот результата. И мне в патчу Морикой нравится, во-первых, площадь такого вот размера. Да, вот такой патч. Такой вот размер мне больше понравился. Ну, в общем-то, результат вот такой вот. Наверное, здесь еще цвет не очень хорошо падает. Ну, в общем, здесь мне результат нравится больше, потому что отечности меньше. И это да. Темных кругов у меня под глазами нет, поэтому сложно вот именно момент темных кругов отследить. Но отечность убралась с патчем Морикой лучше, чем патчем сайта Айхер. Вот таким вот. Ракуни. Ракуни. Вот такой вот мы с вами опыт провели сегодня. Очень интересно, как это бывает. Знаете, еще через несколько минут, минут там 10-15, прям явная разница может быть. Если такой будет, я вам смотрю. Ну что, масленица продолжается. Я продолжаю пить блины. И вчера пекла, сегодня получила запрос на блинчики. И вот развела тут такой бадью. И пеку, и пеку. Ну, у меня такая обычная, с коробкой, ничего особенного. Как-нибудь, может быть, куплю себе специальную для блинов. Ну, в общем-то, пеку на это. Это у меня только для блинов. Но может, все может быть. Ведь, знаете, я останавливаю только то, что все это нужно где-то хранить. Так же, как сковородка для того, сковородка для этого. Сейчас не успеем оглянуться, как будет Пасха. Всякие подставочки. Все-все-все. Это все классное, все суперское. Но все нужно где-то хранить. И вот это меня остановит. Ну что, надо уже переворачивать. Так что, пеку, пеку, блин. Ну что, я уже дома побывала. Тут в нескольких магазинах. И заодно заходила еще в продуктовую, когда была в этих торговых центрах, в Ашане и в Ленте. И кое-что, кое-что прикупила. Ну что, давайте уже быстренько посмотрим, и мы будем сидеть. В Ленте я взяла здоровое питание хлеб чемпион лидер. Потом колбаску сервелат кремлевский. Очень вкусную такую штучку. И это соус Махеев, Трияки. Настя с начала года не оценила. Сказала фу-фу-фу. Я уже даже больше не знаю. Какой? Барбекю? Да. Ну, а мне вот этот больше нравится. А еще есть в том холодильнике, там какой-то кисло-сладкий, кстати, Махеев. Вот мы счет еще до него, мне кажется, не дошли, да? Посмотри, есть там, нет? Да, вот, покажи еще такой, еще такой, кисло-сладкий. Ну, надо попробовать. Так, и взяла сосиски молочные экстра, ну, упаковку. Так, дальше. В Ленте. В Ленте купила пружинки рифленые, интересно. Амиря. Не знаю, что такое такое. Ну, это пружинки рифленые, ой, как интересно. Перья рифленые. Какие названия интересны? Так, хлеб-то, свой любимый, доктор Кернер. Там только встречаю. Поэтому я за них, в принципе, и езжу, а остальное прихватываю. Так, какие-то взяла на пробу, не знаю. Так, на пробу взяла каша овсяная, сердце с молоком от фирмы Лента. Не знаю, не пробовала, ни разу не брала. Не знаю. Дальше. Вот этот вот чай, мы брали его наносить или нет? Манго и клубника. Черный чай вкусный же вроде был. Вот тоже у нас была, значит, и точно знаю, что была вот такой фирмы коробка большая. Только вот не помню, чем именно было. Ну, вот точно была, значит, это. А вот сначала мы его вроде не оценили, да? А потом распробовали, и он нам, кстати, очень понравился. Дальше. Так, я самая ватные диски расходники, шоколадку, Алёнка, молочный шоколад, миндалён взяла. И дети просили лоиски слёные, в общем-то, по вкусам, сметаны и лука. И всё, всё, быстро всё убираю, чайник, он уже закипает, сидим, все кушаем, там всё раскладывает. Илья, ты будешь кушать? Да. В общем, всё, будем кушать, все тоже, кто кушает, всем приятного аппетита. Чтобы вы этот день провели вместе со мной, я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok